Максимум информации о Киеве для туристов. Где остановиться, поесть, что посмотреть, куда сходить? Ответы на эти вопросы можно получить прямо в аэропорту. Пока, правда, только одном. Но такие туристические островки обещают размножить. Татьяна и Алина прошли многоэтапный кастинг, чтобы получить работу в новом центре. Им в числе первых встречать гостей столицы. А значит, должны в совершенстве владеть языками и знать историю Киева и Украины. Каждый из сотрудников представлял информацию себе, что он знает о городе, какой язык учил, какой собирается учить, какой учит собственно. Где он предварительно работал и связано ли это было как-то с Киевом. Теперь девушки делятся своими знаниями с туристами. Помогают организовать лучшие экскурсии по столице, ищут удобную гостиницу, подсказывают, где отведать национальной кухне. Это может быть ЖД-билеты, резервация этих же билетов, найти что-либо, автобусы, самолеты. Информация по местам питания. Что можно посетить в этот день, если у человека недостаточно времени. Допустим, он приехал, у него стаковка рейса. Допустим, у него 6 часов. Что можно в сжатый срок увидеть в Киеве? Что конкретно? Какие места самые хорошие, правильные, красивые достопримечательности Киева? Такие центры нужны для того, чтобы можно было быстро получить информацию о концертах, о музеях, о выставках, о которых не всегда можно получить информацию через аэропорт. Это повышает туристическую привлекательность нашего города и улучшает обслуживание в нашем аэропорту. Поэтому это естественно, что такой вид услуг появился в аэропорту. По данным Ассоциации аэропортов Украины, услугами Международного аэропорта Киев в прошлом году воспользовался 1 миллион пассажиров. Две трети из них – туристы. Туристические информационные центры – это очень замечательная вещь. Они будут способствовать перевозкам. Согласно статистике, 67% авиапассажиров – это туристы. Небольшая часть – частные перевозки и бизнес-перевозки. Поэтому это полезная вещь в развитии и местности Киевской области и вообще Украины. И для авиакомпаний стимул привезти больше пассажиров. Туристический центр в Киеве – первый из шести, которые планируют открыть в украинской столице. Подобные появятся на Центральном железнодорожном вокзале, автовокзале. В основном в туристических местах и Международном аэропорту Бориспель.